На итоговом медико-санитарном совете собрались администрация и руководители структурных подразделений Оршанской центральной поликлиники, представители вертикали власти, района и области. С докладом выступил главный врач учреждения здравоохранения Владимир Плыткевич. Он отметил, что 2016 год характеризовался дальнейшим улучшением демографической ситуации в регионе. Достигнута положительная динамика основных параметров. В течение последних трёх лет снижается смертность населения трудоспособного возраста. Ежегодное здравоохранение района пополняется молодыми специалистами. В активном обсуждении итогов работы сферы принял участие Юрий Деркач. Начальник управления здравоохранения Витебского областного исполнительного комитета также оценил достойные результаты. «Медико-санитарный совет – это подведение итогов. Итоги года очень неплохие в целом и по республике. Вы знаете, что неоднократно говорилось, сальдо, когда рождаемость начинает догонять смертность и появляется большее количество наших белорусов в стране. То же самое происходит и в Витебской области. Несмотря на то, что в Витебской области у нас самый высокий процент лиц старшего трудоспособного возраста, однако мы максимально сократили отрицательное сальдо в системе депопуляции людей. Оршанский регион всегда характеризовался высокой показательной смертности, потому что где-то порядка 4,5% проживают лица старше 80 лет. И по этому году мы видим, что он выходит среди городов 100 тысячников республики Беларусь на ведущие позиции. То есть смертность сокращена где-то в среднем по сравнению с 2010 годом на 15-20%. Очень хорошие результаты смертности в трудоспособном возрасте. Приятно то, что Витебская область в целом и во многом благодаря Оршанскому региону на сегодняшний момент имеет лучший показатель по младенческой смертности. Это 2,7 на тысячу новорожденных. Один из лучших показателей смертности детского населения. Ну и один из лучших показателей в трудоспособном возрасте. И максимально сделано все необходимое для того, чтобы лица старше трудоспособного возраста, пожилые люди жили как можно дольше. То есть выполняются все поручения главы государства, которые даны системе здравоохранения. Очень хорошо то, что в этом году все-таки будет выполнено поручение главы государства в отношении строительства десятиэтажного корпуса Оршанской больницы. Здесь мы благодарны и председателю Оршанского исполнительного комитета, который уделяет внимание. Я думаю, что где-то в декабре, я думаю, мы уже будем видеть функционирование высокотехнологичных видов помощи, которые будут оказываться в отделениях, размещенных в новом корпусе. Это и рентгеновоскулярная служба, это офтальмология, это и кардиология. То есть все необходимое, то, что делается в Витебской области, то, что делается в республике, я думаю, будет выполняться в Оршанской. Главная наша задача – это подготовить специалистов. Завершилось мероприятие вручением наград медикам. В номинациях «Лучшее структурное подразделение» знаков внимания удостоились 1-я, 2-я, 3-я поликлиники, 1-я и 2-я детские поликлиники, 1-я городская, а также Ореховская и Болбасовская больницы. Грамоты управления здравоохранения Витебского обл. исполкома получили врачи 3-й поликлиники, противотуберкулезного диспансера, 1-й женской консультации, 1-й и 3-й городских больниц, а также станции скорой и неотложной медицинской помощи. Галина Башкова, Николай Бегунков из Оршанского райисполкома.